Всем привет! В этом видео я хочу поделиться своим гайдом на Paper Will. Пайпер – эксперт по аномалиям, наносящая физический урон, способная выступать в роли дополнительного или основного источника урона в команде. Ее способности позволяют увеличивать прирост физической аномалии и урон команды за счет накопления стаков силы. Для эффективного накопления стаков силы ей необходимо поражать большое количество врагов с помощью своей спецзаряженной или ультимативной способности. Дальше, слабые и сильные стороны Пайпер. Сильные стороны. Возможность увеличивать собственные приросты аномалий с помощью спецзаряженной атаки и ультимативной способности. Способность увеличивать урон команды при накоплении достаточного количества стаков мощи. Умение снижать получаемый урон, что отлично подходит для ее стиля игры. Слабые стороны. Требуется значительное время и комбо для накопления стаков мощи, что увеличивает время ее нахождения на поле по сравнению с большинством других персонажей. Увеличение наносимого урона активируется только тогда, когда в команде есть или физический или из той же фракции агент. Дальше переходим к ее оружию. Первым и главным оружием это будет ее сигнатурное оружие Оранга. Ребущая тачка. При попадании спец атаки по врагу в течение пяти секунд случайным образом активируется один из трех возможных эффектов. Этот эффект может срабатывать не чаще одного раза за каждые 0,3 секунды. Эффект одного типа не складывается, однако повторные срабатывания сбрасывают длительность эффекта, позволяя одновременно активировать несколько различных эффектов. Усиление силы атаки на 8%, увеличение навыка аномалий на 40% или увеличение скорости накопления аномалий на 20%. Дальше это сигна грейс, но можно ее использовать, если у вас грейс нету, можно использовать ее на пайпер. Встроенный компилятор увеличивает силу атаки на 12%. При использовании специальной атаки или спец заряженной атаки значение аномалий увеличивается на 25 единиц на 8 секунд. Суммируется до трех раз. Длительность каждого стака рассчитывается отдельно. То есть, по сути, это оружие улучшает эффективность набора аномалий у пайпер. То есть, она еще быстрее и будет больше урона наносить с помощью вот этой вот аномалии. Следующий это у нас амплификатор из батл пасса. Электрооблеск для губ. Когда на поле находятся враги, пораженные атрибутом аномалий, силу атаки владельца экипировки увеличивается на 10%. И он наносит целям на 15% больше урона. По сути, этот амплификатор превращает любого агента с атрибутом аномалий. То есть, специализация, я неправильно сказал, специализация аномалий. Кажем так, саб-дд-дд на поле боя. И пайпер он тоже хорошо подходит. Ее можно будет использовать в роли дд, если у вас нету, например... Ну, корин у вас в любом случае будет, но, например, вы ее не прокачали, не хотите ей пользоваться. Можно будет использовать пайпер. Ну и еще, почему это оружие выгодно, с одной стороны, потому что пайпер находится долгое время на поле боя, пока она собирает стаки мощи, чтобы активировать баф. За это время можно использовать для того, чтобы она наносила урон. И последний вариант, это тоже оружие Оранга. Тропический гурман. За каждые 10 потраченной энергии владелицы экипировки получает баф, увеличивающий силу атаки на 2,5% на 10 секунд. Суммируется до 10 раз. Длительность каждого стака рассчитывается отдельно. То есть, опять же, оружие, которое позволяет носителю наносить больше урона. Теперь перейдем к драйв дискам для пайпер. Первым вариантом будет четыре части Freedom Blues. Увеличивает значение аномалии пайпер и позволяет ее специальной атаке снижать сопротивление накопления аномалии у противника, что хорошо сочетается с ее умениями. И две части. Это Swing Jazz дает пайпер дополнительные регены энергии, что позволяет ей больше проводить спецатак. Заряженных спецатак, извиняюсь. И второй вариант. Это четыре части свирепый Heavy Metal. Также подходит пайпер, так как увеличивает ее физический урон и повышает урон, когда член команды наносит статус натиск противнику. Это четыре части. А две недостающие части можно поставить Freedom Blues. Он отлично комбинируется с предыдущим сетом Свирепым Heavy Metal, поскольку он улучшает значение аномалии пайпер, что позволяет пайпер больше наносить урона при вешении статуса натиск. То есть она от аномалии будет больше урона наносить. Дальше переходим к командам для пайпер. Их три варианта. Один вариант будет, скажем так, для фри-то-плей, для тех, кто пока что еще собирают персонажей. Не всех персонажей у вас есть. Вторая команда будет под физ урон полностью. И последняя немножко специфическая. Ну, то есть в конце увидите, я вам покажу. Значит, вот первый вариант. Пайпер будет основным ДПС в этой команде. Атаки Эмби накладывают на противника оглушение, а Николь может снизить защиту врагов и собрать их в одном месте. Пайпер может свободно использовать свою специальную атаку заряженную и ультимативную способность для нанесения урона. Накопление физической аномалии для еще большего урона и увеличение стаков мощи для активации бафа. Второй вариант команды. Это команда через натиск полностью. Здесь пайпер, естественно. Корин или некомата. В моем случае это корин, потому что у меня некомата нету. И люси. Некомата или корин будут основными ДПС в этой команде. Пайпер может увеличить их урон за счет накопления физической аномалии, чтобы вызвать натиск у врагов. Ну и, собственно, за счет своего бафа тоже, который увеличивает урон команды. И люси может обеспечить энергию с помощью своего ультимейта, давая всем членам команды доступ к их специальным атакам заряженным, а также баф на силу атаки. Следующий, третий вариант. Он немножко специфический, так как тут нужно играть через, скажем так, аномалию хаос. Для тех, кто не знает, аномалия хаос это когда вы сразу же накладываете два статуса на цель и, по сути, наносится большой урон. Может быть, вы замечали, этот урон наносится серыми буквами. Цифрами, то есть, извиняюсь. Смысл тут в том, чтобы в команде было сразу два персонажа аномалии. То есть, Пайпер это первая физически. И вторым должна быть Грейс, но у меня ее нету. В этом случае ставим или Антона. Лучше, конечно, Антона, потому что при заряженной атаке он наносит электроурон. И вторым членом команды это будет Рина, в любом случае. Так как она увеличивает электроурон и бафает пробитие. То есть, игнорируя защиту цели. И в этом случае Пайпер тоже будет еще бафать команду. И, собственно, дальше геймплей. Сейчас сразу поставим Хати, чтобы показать умение. Сделаем, чтобы он не двигался. Так. Собственно, вот ее обычные атаки простые. Вот. Это ее спецатака незаряженная. Притом, при этом она не собирает стаки мощи. То есть, она не активирует баф. Чтобы активировать баф, нужна спецзаряженная атака. Так. У меня Антон не прокачанный. Я его не прокачивал. Потому урон у меня кривовато очень наносит. И вот, кто заметил, в этот момент активировался вот этот урон Хаоса. Хотя здесь пишет, что это не Хаос, а Дизордер. Но смысл один и тот же. Вот сейчас ее ульта зарядилась. Точнее, извиняюсь, не ульта, а спецатака. Собственно, спецатака. Вот она. Сейчас я покажу. Вот. Спецатака, когда атакуете, набирает стаки мощи. При этом, активируется баф и работает. Если в команде нету другого физ персонажа или члена фракции, этот баф только работает на нее, по сути. И вот ее ульта. Ульта также собирает 8 стаков мощи. То есть, заранее активирует баф ее. И уже спецатакой добираем еще 20. И активируем баф. И не знаю, тут проблема только в том, что баф будет работать только на ней. Как я уже сказал, из-за того, что... Из-за того, что в команде нету другого члена физ урона или из ее команды, баф работает только на себя, на нее. На этом, я думаю, все. Особо тут дальше и не покажешь, как говорится. Ну, то есть, особо больше нечего показывать. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. И посмотрите другие видео на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok